Крыши домов дрожат под тяжестью сугробов после серии снегопадов в нашем округе. Ледовая угроза нависает в первую очередь над жителями стареньких пятиэтажек. Здесь-то коммунальщики микрорайона Подресского и орудуют в первую очередь. Насколько качественно решаются в Подресского снежно-ледовые проблемы, представители территориального управления оценили сегодня во время обхода. Главный вопрос январской повестки – уборка от снега дворовых территорий. Задача эта не простая, так как все заставлено машинами. Приходится через ГИБДД вычислять автовладельцев, просить отъехать и только после этого сражаться за чистоту дорог и тротуаров. Ну а свято место, то есть почищенное, пусто не бывает. Основная сложность – это припаркованный автотранспорт, который на гостевых карманах у нас остается. Бывает даже брошенный. Дело в том, что хотелось бы минимизировать ручной труд. Больше привлекаем технику, но в связи с тем, что автомобили вовремя жителями нашими не убираются, из-за этого все затягивается. Дворовые территории почищены неплохо, да и в целом работу по уборке осадков можно оценить положительно. Но есть, конечно, и недостатки. Кое-где снежные шапки, например, на козырьке остановочного павильона или на информационном стенде. Слабо почищены осевые линии разметки дорожной, лотковая часть по улице Центральная, улица Жареного. И есть ряд недостатков по очистке тротуаров. Такие обходы по плану каждый понедельник. Все недоработки фиксируются и устраняются в течение недели. Территориальным управлением Микровеноподресского постоянно проводится мониторинг территории на предмет уборки. Сюда входят придомовые территории, сюда входит уборка улиц, остановочных павильонов, торговых объектов и прилегающие территории. Также контейнерные площадки и места отдыха. Сейчас дворовые территории убраны на 80%. Основные задачи – очистить входные группы, малые архитектурные формы, детские площадки и начать вывоз снега. Алексей Житких, Михаил Чараков, Служба новостей.